Зал в доме Акаемова. Перед камином в кресле сидит тетушка Аполлинария Антонна. Зоя Васильевна Акаемова разбирает привезенные мужем подарки. Красивое, окаймленное двумя русами-косами лицо Зои светится счастьем. Ах, тетя! Тетя, я не могу опомниться от радости! Как он меня любит! Как он меня любит! Ой, счастливая ты, Зоя! Счастливая! Да вот прежде он иногда бывал задумчив, как будто скучал. Хоть и не часто, но бывало с ним. А ведь эту тетю ужасно видеть, когда муж скучает. Как-то страшно видеть. Ой, еще бы! А теперь такой веселый приехал, сколько мне подарков привез. Ко мне постоянно с лаской да с шуткой. Тетя, я его давно таким милым не видала. Он и со мной все шутил. Да! Он просил, чтобы мы были как можно любезнее с Алишуниным. Неужели? Зачем? Он говорил, что считает его своим лучшим другом и очень хвалил его. Ах, я догадываюсь. Он, вероятно, хочет пошутить над ним, подурачить его. Он и прежде любил посмеяться над ним. Тетя, сделаем ему угодно, и ведь это для нас ничего не стоит. Из кабинета выходят Алишунин и Акаемов. Высокий мужчина с красивым, холеным и самодовольным лицом. Я очень-очень вам благодарен, добрейший Федор Петрович. Ведь вот из моих друзей только вы ведете себя, как истинно порядочный человек. Как я из дому, так все и бросили мою жену, хоть умирая со скуки. Я так давно привязан к Зое Васильевне и к их семействам. Зачем же меня? Да я, признаться, и не жалею, что здешняя молодежь без меня не обивала мои породы. Ведь все они так пусты, так ничтожны, что от их разговоров, кроме головной боли, никаких следов не достается. Да уж лучше одним проскучать, чем слушать глупые анекдоты Пьера или Жоржа. Ну и другие не лучшие. А уж и вы-то хороши. Что у вас за интерес? Что за разговоры? Как вас послушать-то? Вы таких людей, как Федор Петрович, должны на руках носить. Ведь он один затрагивает серьезные вопросы, а один возмущается вашей мелочностью и пустотой. Да проще сказать, он один между нами серьезный человек. Да, я не говорю, конечно, чтобы в нашем городе так уж совсем не было людей умнее Федора Петровича. Вероятно, есть и немало. Конечно, но... Но они с нами не водятся. А ему спасибо за то, что он нашим пустым обществом не гнушается. Да ведь он жертвует собой. Он не жалеет для вас красноречия. Вы ему и так всегда очень благодарны. Нет, вы мало цените. Ведь мало вас ценит, Федор Петрович, правда? Но я надеюсь, со временем... Да я всегда с удовольствием слушаю Федора Петровича. И прекрасное дело, Зоя. Я прошу тебя и вперед. Будь к нему как можно внимательнее. Ты не бойся. Я к нему ревновать не стану. Я знаю, что он человек высокой нравственности. Благодарю вас, вы меня поняли. Я не люблю хвалить себя. Но я хочу, чтобы мне отдавали справедливости. Я скажу вам откровенно. Я читал жизнеписание Тлута. И мне кажется странным, за что эти люди считаются великими. Я все эти черты в себе нахожу. Только на этом случае их выказать. А может быть, и представиться. Ну, положу, я не считаю себя великим человеком. Очень не может. Это вы напрасно. Федор Петрович, что я не хуже других, это я знаю верно. Да конечно, конечно. А вот вы и слушайте, что говорит Федор Петрович. Ведь все это вам на пользу. Хотя, конечно, истины, которые он вам здесь проповедует, это они, так сказать, дешевые и всякому гимназисту известные. Но вы-то их не знаете. Вот в чем его заслуга. Пойдемте ко мне, Федор Петрович. Я напою вас чаем с вами. Зоя и Алишунин выходят из комнаты. Аполлинария Антонна следует за ними. На пороге она оборачивается и посылает воздушный поцелуй о каем. А каемов поднимается навстречу Лупачеву. Ты что-то, я замечаю, весело приехал. Это новый знак. Ну, с чем поздравить? А ты, ты погоди, еще поздравлять-то рано. Все-таки что-нибудь да есть, я вам по глазам твоим вижу. Ты не мечтатель, пустыми надеждами не увлечен. Ну, конечно. Ты всегда довольно верно рассчитываешь шансы. Все слухи, все сведения, которые я получил от тебя, оправдайся, могу сказать, что я съездил недаром. А я не спрашиваю, понравилась ли она тебе. Ну, отчего же. Все, что говорили, правда, она молода, хороша собой и характер прелестный, живой, веселый. А существенно не? Достаточно. Очень достаточно. Самым широким требованием удовлетворяет. Ну, а одним словом, с такими средствами доступно все. Но ведь не богаче же обалдуевой. Вот да, конечно. Куда же? У обалдуевой, кроме богатейших и менич, несколько миллионов денег. Это черт знает что. Это с ума можно сойти. Десятки тысяч действительно чернозему. Сотни тысяч действительно лесу. Четыре винокуренных завода. И полтораста кабаков в одном уезде. Это, браткуши. Эх, не удалось тебе с ней познакомиться-то. А ведь хлопотал ты очень. Познакомился бы, если бы она была свободна. А то ведь у нее отец человек с предрассудкой. И меня даже не пустили в их общество. А отец не хотел. Потому увидишь ли, что у меня репутация нехороша. А как же он так смеет говорить про тебя? Да смеет. Чем это твоя репутация нехороша? А, идиот. Что с него взять-то? Умному человеку пользоваться своим умом позволяется. Красивому человеку пользоваться своей красотой предусудительно. А ведь какие у них понятия. А по лду ее, кажется, на днях суда приедет. Суда? А, сестра что-то говорила. Да что тут думать. Она приедет с отцом. Он же ей не на шаг от себя не отпускает. Значит, мне туда ходу нет. Нет, это мечты. Будем говорить о деле. А ты, разумеется, наводил справки? Да, ну, самые подробные. Я документы видел. Ведь в моем положении рисковать-то нельзя. Такой шаг. Только раз в жизни можно сделать. Ну, ну, и что же? Более полутора ста тысяч доходов. А? Ха-ха! Прависсимо! Более полутора ста! Прависсимо! Да, слушай-ка, ты извини меня, что я так вмешиваюсь в твои дела, вызываю тебя на откровенность. Ты знаешь, что я тут заинтересован немножко. Еще бы! Так, значит, ее судьба решена. Ну, а что же делать-то? Нужда? А уломаешь ли? Ну, в этом не может быть никакого сомнения. Они обе с теткой. Такой инструмент, на котором я разыграю какую хочешь мелодию. А жаль... Жаль, бедная. Ну, подожди, Жилет. Если она умна, так будет не бедней тебя. Да, это что толковать-то? Ты богат как... Черт! А, допустим, и это... Вот ты меня не попрекай, что я богат. Я не виноват, а родители виноваты. Вот что. Как они там наживали, это не мне судить. Я сын почтительный. Мне остается только грешить на их деньги. Из гостиной выходят Зоя и Алишуня. Федор Петрович, свидания. До свидания, Федор Петрович. Не забывайте, мы всегда рады вашему посещению. Очень приятно. Хорошо. До свидания. До свидания. Да. Сияйте. Сияйте, Никандр Семенович. Ну, вы побеседуйте, а я пойду, да, приведу в порядок там хоть какие счета. Да-да, прощай. Я сейчас поеду домой, а вечером увидимся. Угу. Ах, Никандр Семенович, как он меня любит. Ведь вот не первый год муж и жена, а точно неделю тому назад обвенчанный. Да, он порядочный человек. Он свои обязанности помнит. Какие обязанности? Любить жену. Разве обязанность? Нет. Я люблю его, потому что он мне нравится. Ну, когда люди сходятся по любви, так они и живут в любви, пока не надойдят друг к другу. А когда бедный человек берет за женой большой преданное, так уж он рад ли, не рад ли, обязан любить. И вы можете так дурно думать о моем муже и вашем друге? Нет. Я ничего о нем не думаю. Я говорю только, как это обыкновенно бывает у людей. А разве не могут быть исключения? Конечно, могут. Ну, конечно. И желаю, чтобы любовь вашего мужа была исключением. Какие у вас мрачные взгляды на жизнь. Да. А зато я никогда не разочаровываюсь. Я этого горя не знаю. А вот вам, с вашими розовыми взглядами, придется разочаровываться постоянно и многое страдать. Не пугайте, пожалуйста. А предостерегать не значит пугать. Пора вам, Зоя Васильевна, приходить в совершеннолетие. Браки между людьми неравного состояния, по большей части торговые сделки. Вот богатый мужчина. Если женится на бедной, говорят, что он берет ее за красоту. То есть, ну, проще сказать, платит деньги за ее красоту. Как это хорошо, покупать женщину за деньги. Точно так же нехорошо и женщинам покупать красивых мужей. Зачем вы это мне говорите? На всякий случай. Может быть, и пригодится. Вот. Вот и ваш брак. Я не знаю, конечно. Может быть, в самом деле он был следствием обоюдной горячей любви. Об этом вам знать. Но в глазах посторонних он имел вид торговой сделки. Ну уж это слишком. Я вам говорю, что я люблю Аполлона. Люблю? Люблю безумно. Что? Безумно. Ну и прекрасно. В таком случае уж не сетуйте. Не жалуйтесь. Принимайте с покорностью последствия, которые непременно следуют за всяким безумием. Это что еще? Вот будем теперь продолжать разговор. Угодно? Извольте. Испрощайте, мое терпение. В браках, основанных на денежных расчетах, любовь пропорциональна деньгам. Чем больше денег, тем больше любви. Убывают деньги, и любовь убывает. Кончаются деньги, и любовь кончается. А часто даже и раньше, если в другом месте окажется для нее богатая практика. Послушайте, я буду на вас мужу жаловаться. Жалуйтесь. А если ваш муж думает так же, как я, тогда кому жаловать? Муж во всяком случае не вам. Напрасно. Вы меня не обигайте. Я гожусь на многое. До свидания. Быть хорошенькой женщиной привилегия большая. Да, это по вашей денежной теории. Ну, что ж делать? Прежде была теория любви, теперь теория денег. Прощайте. Извините, разговор зашел так далеко, что я боюсь услышать от вас что-нибудь дерзкое. Почтительно поклонившись, Лупачев удаляется. Сколько раз меня расстраивал этот человек. После каждого разговора с ним щемит сердце, как перед бедой. Нет уж, лучше разочаровываться и страдать, чем совсем не верить в людей. Зоя в глубокой задумчивости опускается в кресло, закрывая лицо руками. Входит Латохин. Не узнали? Ну, задумались. Так, так. Значит, не узнали. Родственник ваш, только дай. Маленький добычный. Что-то мне сразу что-то очень знакомое показало. Да я боялась ошибиться. Да ведь сколько лет не видались там. Да уж, почитай, лет шесть, коли не больше. Забыли вы меня, совсем забыли. Вы в Москве не бываете, а мне сюда не дорогу. Ну, вот и не видались. А забыть как можно, помним. Знаем, что вы живете под крылышком у тетеньки. Аполлинария Антон. Да, кстати, как и драгоценное здоровье. Она здоровая. И все так же молода. Молода душой, душой. Все так же. Ну и прекрасно, прекрасно. Знаем, что вы вышли замуж. Наслышаны, что живете согласно. Порадовались, порадовались за вас. Ах, Наум Федотович, как он меня любит. Лицо у Латохина вытягивается. Глаза становятся круглыми. Это... Это... Это кто же он-то? Муж. Фу, ну слава богу, слава богу. А что ж тут удивительного, что он вас любит? Да это его прямая обязанность. Нет, нет, вы представьте себе, Наум Федотович, как он меня любит, как балует. Да, он сейчас так обыкновенно бывает. Рад, очень рад. Нет, я не могу, как бы вы знали. Ведь мне все завидуют. Завидуют. Это чем ужас. Да ведь он у меня красавец. Ах, красавец. Да, это дело другого рода. Виноваться... Виноваться это обстоятельство значительно усложняет дело. И вы уж позвольте мне... Позвольте мне задать вам несколько вопросов. Сделайте одолжение. Я рада отвечать на все ваши вопросы. Я так довольна, так счастлива. Позвольтесь, позвольтесь, позвольтесь. Красавец. Так, значит, тут любовь безотчетная и безрасчетная. Да. Страстная любовь и взаимность. Одним словом, полная счастья. Так, с чего этого позвольте мне заключить, что собственного состояния у него не было. А мне какое до этого дело? Никогда я не спрашивала, есть ли у него состояние или нет. Ведь того, что у нас есть, с нас достаточно, и мы живем очень хорошо. А мое ли, его ли состояние, это решить нам все равно. Мы муж и жена. Зачем же нам делить? У нас все общее. Неоспоримая истина против этого, и говорить ничего нельзя. Я думаю. О, сын. Но если у него не было своего состояния, то долгов не было ли? Да вы не удивляйтесь, что я вас о долгах-то спрашиваю. У мужчин красавцев постоянно бывают долги. Это их всегдашняя принадлежность. Да ничего я этого не знаю. Я знаю одно. Мы любим друг друга. С меня я этого довольна? Ну, конечно, довольна. Чего же еще? Как с вами легко и приятно говорить, вы во всем со мной соглашаетесь. Ага. А вот другие так осуждают меня за мою нерасчетливость, за мою доверие. Да как можно осуждать? Да сохрани пол. О, сын. Но ведь у вас, у вас, когда вы были девицей, был большой капитал. Да, я знаю. А где он сейчас? То есть как вы им распорядились? А он там. У него. Ведь должна была я принести мужу приданное. Вы только представьте, Севиновый Федорович, он явился и ослепил здесь всех. Все девушки и женщины стали бредить им. Он был на расхват. За ним ухаживали до бесстыдства. Я полюбила его с первого взгляда. Но где уж мне это все устроила тетя? Я ей обязана. Ах, че? Разумеется, тут помогло больше всего счастье, что я перед ним. Ведь он мог взять гораздо больше приданного. Ведь у вас есть еще отличное имение. Но оно мне досталось после свадьбы от дяди. Ага. Значит, вы живете на процент из капитала и на доходы с имения. Да, конечно. И вам этого достаточно? Совершенно достаточно. А зачем же вы продаете имение? Какое имение? Ваше наследственное золотое дно. Это не мое дело. Раз он продает, значит, нужно. И должно быть очень нужно. Потому что имение продается за бесценок. Как за бесценок? Что это значит? А вот я вам сейчас объясню. Дело, видите ли, в том... Скажите... Скажите, что стоит это ваше коленочко? Сто рублей. Продайте мне его за пятьдесят. Зачем же продавать его за пятьдесят, когда оно стоит сто? Да при том, оно мне дорого. Это подарок мужа. Вот и имение стоит сто тысяч, а продается за пятьдесят. Да кроме того, оно должно быть дорого вам, потому что имение-то дедов ваших. Они там родились и умерли. Правильно, Федорович. Я ничего не знаю. Вы поговорите с мужем? Да, да, да. Да, да, да. Затем я и приехал, чтобы чужим не доставалось. Все-таки в нашем роду. Я сейчас его подавлю. Аполлон! Аполлон! А, да. Вот мой муж, Аполлон Евгеньевич Акаенов. А это наш родственник, наш Федорович Матохин. Он нарочно приехал, чтобы купить наше имение. Очень рад. Очень рад. Очень приятно познакомиться. Я давно знаю ваше имение и мог бы купить его за глаза. Но я все-таки съездил посмотреть его. Да, пора строили вы его немножко. Лескут поубого. Ну, разворовали, разворовали. Ну, Аполлон Евгеньевич, вы знаете, присмотру нет. Я очень плохой хозяин. Я ведь поэтому-то его и продаю. Это ваше дело. Это ваше дело ваше. Так вот, чтобы не возиться вам с комиссионерами, я у вас куплю его без всякого посредницы. Цена небольшая, я слышал, так что мы кончим в два слова. А документы готовы? Да, все готово. И справки все собраны. Остается только купчую совершить. А вы не хлопочите, не хлопочите. Вам так скоро не сделает, как мне. Я слово знаю. Так отсюда я заеду к старшему Натальюсу, потом, следовательно... Ну что ж, пожалуйте документы. Да, я благодарен вам, очень благодарен. Я сию минуту достану. Вы пробудете здесь долго? Да ведь вот... Ведь вот устрою только... Устрою только кое-какие делишки свои. Надеюсь, вы к нам не в последний раз. Да куда же мне деваться-то? Знакомых у меня нет, но я считаю, что и вы не откажетесь посетить меня. Мы завтра же заедем к всему. Вот тут все, что нужно. А как вы полагаете, скоро эта процедура может закончиться? Не в три, в четыре, не больше. Приезжайте к нам обедать, когда вам угодно. Вот кончим дело, тогда и пообедай, и мы спрыснем покупочку. Приятного свидания. До свидания, Новый Федотович, до свидания. А Каемов протягивает Латохину руку. Латохин делает вид, что не заметил этого и уходит, едва поклонившись. Как я рада, что хоть это дело так хорошо устроилось. Ты так хлопочешь, так беспокоишься, мой милый. Ездил по делам в Москву, прожил там больше месяца без меня. Я уж не говорю о себе, я для тебя все перенести готова. Но как тебе-то, я думаю, было скучно без меня? Да, милая Зоя, имение мы продадим. С этой стороны я покоен, но этого мало. И заботы у меня все-таки остаются. Какие же заботы, мой друг? Зоя, я заранее прошу твоего извинения. Я скажу тебе много неприятного. Для тебя неожиданного. Да я во многом должен буду признаться перед тобой. Ах, мой друг, только будь откровенен. Я заранее тебя во всем прощаю. Зоя, я много должен. Ну, эта беда небольшая. Заплатим. Что ты понимаешь? Ну, в крайнем случае, продадим все. Будем жить бедно, будем работать. Я для тебя на все готова. Я умею вязать, умею вышивать. Все это вздор, Зоя. Ты перестань ребячица. Наступает время, когда ты должна взглянуть на жизнь серьезно. Я попал в такие тиски, чтобы всего твоего состояния мало. Чтобы выручить меня. И кроме того, я не могу жить в бедности. Да и ты не можешь. Ведь это пустые мечты. Ну, что же делать, мой друг? Но ведь есть же какое-нибудь средство. Ну, есть же. Одно. Какое? Какое? Нам нужно разойтись. Развод, Зоя. Развод. Нет. Ты шутишь. Ты шутишь. Не до шуток мне, Зоя. Дело серьезное. Нет. Нет, не отдам. Что ты, Зоя? Зоя! Умру, а не отдамся. Это невозможно. Успокойся, Зоя. Будь же благоразумнее. Ведь никто же меня не отнимает у тебя. И мы с тобой не расстанемся. Мы только разведемся формальным образом. Как? Зачем? Что же будет? Слушай, Зоя. Я уже разорил тебя. Весь твой капитал пошел на уплату моих долгов. Я должен загладить свою вину и во что бы то ни стало возвратить тебе состояние. Как же ты это сделаешь? А я пойду на все. Даже на преступление. Ты говоришь о том. Что же делать? Другие умом, поворотливостью или талантом зарабатывать себе состояние. У меня этого нет. У меня только одно достоинство. Красивая наружность. Я нравлюсь женщинам. И вот этим-то я хочу воспользоваться. Что ты говоришь? Зоя, не возражай. То, что я говорю, дело решенное. Другого выхода из моего положения нет. В Москве я случайно познакомился с одной дамой. Ну, только ты не ревнуй. Она старуха и безобразна до крайности. Мы часто встречались с ней у моих знакомых. Она думала, что я холостой. И на старости лет влюбилась в меня до безумия. Ну, ты бы сказал ей, что ты женой. Ну, разумеется, сказала, не обманывать же ее. Она, конечно, опечалилась, но... Но обещала мне полмиллиона. Если я разведу с тобой... Зоя, полмиллиона, это же все-таки деньги. Ну, ведь вот ты же, ты для меня всем пожертвовала. Должен же я хоть что-нибудь сделать и для тебя. Зоя, а она проживет недолго. И прямых наследников у нее нет. Значит, все достанется мне. А тогда мы с тобой опять вместе. Зоя, и мы будем счастливы, богаты, уж навек неразлучны. Такой случай может не повториться. Я близок к нищете, к позору, к отчаянию. Может быть, может быть, к самоубийству. Да, да, потому что вместе с собой я погубил и тебя. И в таких обстоятельствах отказаться от денег, от богатства. Зоя! Зоя, ты меня презираешь? Если бы я презирала тебя, я не стала бы тебя слушать и ушла бы от тебя. Ты стоишь презрением, но я к несчастью люблю тебя и жалею. Я не хочу, чтобы ты жаловался, что я помешала твоему счастью. Ну что же, разведемся. Благодарю тебя, милая Зоя. Я только сейчас понял, на какие жертвы способна любящим женщин. Зоя, ты знаешь законы о разводе? Слыхала. Понимаешь, нужно делать так, чтобы я мог жениться. Ну, конечно. Иначе зачем же и разводиться? Что же тебе от меня нужно? Нужно, Зоя, чтобы ты была виновата. Как виновата? В чем? Чтобы я мог уличить тебя в неверности. Несомненно, со свидетелями. Нет! Нет! Ты забылся, Аполлон! Ты с ума сошел? Ты говоришь с честной женщиной. Помни, кто я, несчастный. Ты забыл уважение ко мне. Чем я это заслужила? Да ты и останешься честной женщиной. Все же будут знать, что это комедия, что это только предлог. Нет! Зоя! Зоя! Ты не знаешь, что такое порядочное. Ты только представь себе, девушка, совершенно чистое существо, полюбила тебя, вышла за тебя замуж, чтобы любить тебя всю жизнь. Любовь для нее святыня, торжество. Она лелеет, бережет ее. Она знает, что с такой любовью к мужу она всюду, куда бы ее ни забросила судьба, останется чиста. Любовь к мужу поддерживает ее, спасает любовь. Это ее душа. И ты хочешь, чтобы я посрамила вот это чувство каким-то притворством, какой-то комедией. Да чем же мне жить после? Что же у меня в душе останется? Для чего же мне существовать, если моя любовь к тебе будет порога на мной? Ведь у меня ничего нет. Ни ума, ни знания жизни. Теперь даже нет ни средств. У меня только одна чистота. Зачем же я ее гривни-то? Сколько раз я говорил тебе, Зоя, смотри легче на жизнь. Смотри легче. С такими правилами нельзя жить. Жизнь должна быть легка, весела, приятна. А так, как ты рассуждаешь, это уж не жизнь, это какая-то вечная трагедия. Нет, обвиняй меня в чем хочешь, только моей любви, моей души не тронь. Ну скажи, что я глупа. Что? Что я сумасшедшая. Что я могу убить тебя. Да ведь за это не разведут. Зоя, ну чего? Чего ты боишься, Зоя? Мы так устроим, что твоей неверности никто не поверит. Мы приищем тебе самого смешного любовника. Да вот, вот, Федор Петрович. Например. Ха-ха-ха-ха. Кто же поверит, Зоя, что ты полюбила ее, а? Нет. Зоя. Нет, это невозможно. Зоя. Спаси меня. Нет. Не могу. Это выше моих сил. Придумай что-нибудь другого. А когда так? Когда так? Прощай. Прощай, моя милая. Сгляни на меня. Ты меня видишь в последний раз. Ты меня ничем не воротишь и нигде не найдешь. Ты отнимаешь у меня больше полумиллиона. Отнимаешь возможность расплатиться с долгами. Возвратить. Тебе же то, что я похитил у тебя. Ты снимаешь последнее средство. Примириться с совестью и сделаться порядочным, честным человеком. Что ж ты думаешь, что я могу равнодушно перенести это, да? Не впасть в отчаяние? Ты услышишь обо мне. Для меня теперь одна дорога. Разврат, пьянство, мошенничество. Я буду воровать. А, воровать! И ты услышишь все это. Я сейчас же уезжаю и пропаду тебя без следа. Прощайся со мной, Зоя. Прощайся навсегда. Я! Согласна. Зоя падает без числа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...